Последний месяц 2018 года перевалил за свою половину. В это время подводят итоги, отмечают наиболее отличившихся. В Славянском районе доброй традицией стала ежегодная церемония награждения лауреатов премии «Успех», на которой побывала и наша съемочная группа. Уходящий год, как известно, был назван годом добровольца. Славянские волонтеры приняли участие в организации и проведении многочисленных мероприятий от дня города и района до автопоезда «Победы». Активная жизненная позиция, желание помогать окружающим, стремление жить интересной, насыщенной жизнью – все это отличает славянскую молодежь, представители которой были приглашены в парк «Отель Уют», где состоялась торжественная церемония. Мы этот год заканчиваем достаточно благополучно, с успехами, достижениями. И, конечно же, год волонтера стал тому подтверждением, потому что в этом году был и чемпионат мира по футболу, в котором принимали участие, и в каждом поселении, в каждом маленьком хуторе. Ребята, волонтеры, активисты, коим из вас многие являются, несмотря на то, что где-то в коллективах поют, где-то являются отличниками, где-то КВСщики. И, как правило, это одни и те же лица, потому что наша молодежь активна и талантлива всегда и во всем. И я бы хотел сказать искренне спасибо всем, кто поддерживает талантливую молодежь нашего города и района. За успешную работу, плодотворное сотрудничество и взаимодействие в реализации государственной молодежной политики в Славянском районе в 2018 году были вручены дипломы представителям филиала Кубанского университета и техникумов, а также городского и сельских поселений. Анастасиевцы в числе лучших. Я считаю, что это интересно и увлекательно тем, что мы не сидим дома. Мы все время чем-то занимаемся, мы находимся все время в движении, мы всегда улыбаемся, что бы ни происходило в жизни. И всех, кого мы встречаем в этой жизни, даже просто ребят-школьников, мы говорим, живите, участвуйте во всем и везде, потому что молодость бывает один раз. На счету добровольцев волонтерского клуба «Пчела» в этом году 147 молодежных акций, в организации которых они приняли участие. Премия «Успех» для самых активных волонтеров – достойная награда. В самой волонтерской организации я всего год, но уже обрела очень-очень много друзей, знакомых. Мы занимаемся разными видами деятельности. Например, мы организовываем различные мероприятия, то есть работаем на интерактивных площадках, то есть с детьми. Летом вообще был очень насыщенный период. Всего год действует в Славянске-на-Кубани волонтерский клуб «Синергия», но его честовали по праву за отличную работу. Михаил Залога из этого клуба прошел финал всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». «Доброволец России-2018». Этот съезд посвящен проектам, которые предъявляли дети до 18 лет и старше. Они предлагали определенные проекты, чтобы улучшить нашу страну, чтобы выдать какие-то возможности, что-то изменить, что-то поправить. Помочь детям, например, в разные номинации были, например, вдохновленные искусством. Дипломами премии «Успех» были награждены волонтеры Победы и представители военно-патриотических клубов, которые проводят очень важную работу. «Мы участвуем в соревнованиях, также стоим на посту номер один. К соревнованиям готовимся мы очень тщательно. Встреча с ветеранами – это очень интересно и важно для нас. Также мы помогаем им, чем можем». Практически ни одно мероприятие не обходится без молодых самодеятельных артистов, всегда с радостью демонстрирующих свои таланты. Их также наградили дипломами. «Мне очень нравится. Я занимаюсь многими видами творчества и КВНом, и музыкой, играю на музыкальных инструментах, занимаюсь композиторством, пишу песни, пою. В прошлом году, вернее в этом году, мы занялись группой на краевом этапе «Пою моё отечество» первое место, а я уже в номинации «Солист» занял второе место». В числе награжденных был и коллектив театра народного танца «Меридиан». Его участники неоднократно радовали славянцев своим искусством. На этот раз они исполнили бразильский танец. Свои награды нашли в этот вечер неравнодушных и творческих. Словом, всех, для кого общественные интересы близки и дороги. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».